Здравствуйте, коллеги! Спасибо большое организаторам за возможность, так сказать, поучаствовать в вашей научной школе и представить вот такой доклад о морфологическом исследовании. Здесь будет больше, наверное, практический акцент, но я, тем не менее, постараюсь и, может быть, задать просто вопросы. Для начала мне, конечно, хотелось бы узнать, есть ли в этой аудитории морфологи. Отлично, вам это будет, думаю, интересно. Итак, зачем же исследовать морфологию ответа, в принципе? Дело в том, что в настоящее время стремительно возрастает использование неодевантной терапии, системной терапии рака молочной железы, а ответ в виде полного морфологического регресса опухоли, молидизированных в ДАА, в качестве суррогатной точки в клинических исследованиях. При таком подходе врач-патолога-анатом играет ключевую роль при морфологической оценке ответа опухоли на химиотерапию. Поэтому морфологи должны быть не просто ознакомлены, а свободно владеть информацией о правилах макроскопического описания и вырезки, а также исследования микропрепаратов и написания заключения по операционному материалу после неодевантной химиотерапии. Почему? Потому что для наших коллег-клиницистов полный клинический ответ, определяемый с помощью пальпации или маммографии, не всегда означает наличие полного морфологического ответа. Более того, было исследование, при котором было показано, что около 60-80% пациенток с полным клиническим ответом на неодевантную химиотерапию в гистологических препаратах имеют остаточную опухоль. С другой стороны, около 20% без полного ответа клинически имели полный регресс по морфологии. Поэтому морфологическое исследование материала хирургической резекции до сих пор является золотым стандартом при определении степени ответа на неодевантную химиотерапию. Однако не всегда было это понятно, что есть полный регресс. Поэтому в 2012 году ФДА собрала рабочую комиссию и был проведен анализ почти 13 тысяч пациенток из 12 типов исследований, в которых использовалось понятие полный морфологический регресс. ФДА анализировала такие наиболее частые определения полного регресса, как карцинома ин-ситу или Т0 без исследования статуса лимфатического узла, карцинома ин-ситу или Т0 с отсутствием метастазов и только отсутствие опухоли резидуальной и отсутствие метастазов в критериях долгосточного прогноза. И не удивительно, что по увеличению строгости критериев полный регресс средние показатели этого понятия снижались от 22 к 18 и к 13 процентам. То есть если не исследовать лимфатический статус, то получается, что в 22 процентах случаев бывает полный регресс. Если же включать критерии Т0-Н0, соответственно, полный регресс достигается только в 13 процентах случаев. Поражение лимфатических узлов после неодевантной химиотерапии связано с возрастанием риска рецидивов и смерти, в то время как наличие резидуальной опухоли в виде карциномы ин-ситу не оказывает влияние или статистически недостоверное влияние на общую выживаемость. Поэтому были следующие приняты ответы. Определение полного регресса. Я вот сейчас говорю, что это YP-T0 или карцинома ин-ситу при YP-N0 или же отсутствие карциномы ин-ситу в материале резекции YP-T0, YP-N0. В то же время немецкая и австралийская группы при анализе семи перспективных методов клинических испытаний показали, что бессобутийная возживаемость значительно хуже в группе, когда была карцинома ин-ситу в материале резекции. Но тем не менее считается, что этот ответ с наличием карциномы ин-ситу или полный регресс, но без лимфатических, без метастазов лимфоузны является полным морфологическим регрессом. Итак, какие же преимущества неодевантной химиотерапии в целом? Эффективность системной химиотерапии может быть оценена ин-виво. То есть мы в течение терапии можем действительно увидеть, существует ли ответ, существует ли какая-то отдача или не существует. Во всех исследованиях при сравнении плохих ответов с пациентами, которые имели хороший ответ на терапию, зафиксировано увеличение продолжительности безрецидивного общего выживания, что говорит о том, что клинический ответ может быть использован как суррогатный маркер исхода заболевания. Ответ опухоли является кратковременной конечной точкой наблюдения при проведении клинических испытаний. Конечно же, для фармакотерапии, для развития этого направления мы не можем ждать 10-15 лет, чтобы добиться настоящих показателей и оценки общей выживаемости. Поэтому это приятное укорочение сроков для достижения, в общем-то, для оценки. И вот здесь я показываю как раз-таки кривые выживания, которые, в общем-то, на большом материале показывают очень хорошее расхождение. Ну и чисто такие соображения клинические – существует возможность сохранения молочной железы и возможность исследования опухоли на самом деле, которая была подвергнута воздействию, не была подвергнута и какому. Именно для того, чтобы стандартизировать показания, и поскольку наше исследование является очень важным для клиницистов, была создана в 2014 году рабочая группа, в которую были включены исследователи из 25 крупных центров. Их задачей было стандартизировать морфологическое исследование операционного материала после неодевантной химиотерапии и выработать практические рекомендации для всей команды, принимающей участие в этом исследовании, для патологов, прежде всего, для хирургов, радиологов и химиотерапевтов. Материалом для исследования и анализа послужили данные клинических испытаний первой и второй фазы. Всего включено было в анализ рабочей группы 48 клинических испытаний, и в анализ включался материал от не менее 100 исследований. И таким образом родился документ и статья очень большая. Авторы этой работы Елена Провензана и Сунил Бадви были у нас в этом году на «Белых ночах». Они сами рассказали о том, как они видят свою работу и какие они видят рекомендации. Первое – это, конечно, нарфологический диагноз должен быть установлен по гистологическому материалу с указанием доли карциномы ин-ситу. А также должны быть оценены биологические маркеры и степень злокачественности. И клеточность опухоли в первичном материале. Отдельно подчеркивается, что акселярный статус до начала терапии должен быть оценен либо клинически, либо с использованием тонкой игольной аспирационной биопсии. И рабочая группа не рекомендует использовать биопсию, потому что сигнального лимфатического узла или вообще акселярного лимфатического узла, потому что, да, преследуя цель правильного стадирования, мы лишаемся возможности оценить ответ в метастазе. Рабочая группа отдельно говорит о том, что необходима согласованная работа мультидисциплинарной комиссии или всех людей, которые участвуют. Исключительно важно предупредить врача-патологоанатома до начала морфологического исследования о проведении дохирургической неодиевантной терапии. В идеале морфолог должен начинать исследование материалорезицированной опухоли с изучением маммограммы до и после неодиевантной химиотерапии. Важными сведениями являются также сведения об интервале времени между первичной биопсией, операцией и окончанием терапии. Поэтому патологу должна быть предоставлена следующая информация. Я ее отразила на слайде. Вы можете не фотографировать, я всем раздам. То есть все это будет в доступе, никакого секрета в этом нет абсолютно. То есть не нужно этого делать. Что же должно быть в материале первичной опухоли при морфологическом исследовании? Операционный материал должен быть исследован макроскопически в свежем виде для идентификации опухолевого ложа. В случаях полного клинического и радиологического ответа на неодиевантную химиотерапию макроскопически опухоль будет незаметна. Поэтому обязательно документировать материал радиографический. То есть использование радиографа. К сожалению, в нашей стране этого прибора нет. Поэтому рекомендации рабочей группы вот в этом пункте мы не можем соблюсти полностью. Но тем не менее я вот сейчас рассказываю о том, как это должно быть в идеале. Точное соблюдение этого требования и последующая гистологическая корреляция макромикроскопического исследования обеспечит точность и эффективность морфологической оценки. Отдельные исследователи обратили внимание на количество блоков в материале первичной опухоли. И при исследовании, так сказать, у материала реазекции в 12% случаев было исследовано менее 10 блоков. В основном большая часть, 55% в исследовании было взято от 10 до 19 блоков. В 14 случаях от 20 до 29 блоков. И в 16% случаев для исследования материала после неодевантной химиотерапии врач-морфолог брал более 30 блоков. Также осуществляется последовательная вырезка. Эта схема очень подробненько отражена в статье, которую я сейчас рассказываю. И я не буду сейчас заостряться на ее подробнейшем комментировании, потому что это отдельный большой разговор. Единственное, что обращу внимание, что здесь написано «патерны резидуальной опухоли». Существует несколько видов. Если мы не делаем последовательную вырезку, у нас есть риск потерять одни из этих, например, скоплений. Да, хорошо, если у тебя вот такой вот узел, его видно. Но если это вот разбросанная ситуация, что бывает тоже нередко, то рабочая группа не рекомендует рандомную вырезку, а рекомендует именно последовательную вырезку, которая в нашем отделении существует. Какие же существуют методы оценки после неодевантной химиотерапии? Более 15 видов различных существуют для оценки неодевантной химиотерапии. Все они используются по-разному. Именно поэтому была создана рабочая группа для стандартизации. Что касается микроскопии. Все прогностические признаки, которые традиционно используют для исследования инвазивного рака молочной железы, необходимо исследовать и в материале после неодевантной химиотерапии. А что именно? Это гистологический тип и степень злокачественности, размер и клеточность опухоли для сравнения и сравнительной характеристики. Я бы немножечко хотела бы рассказать о клеточной плотности, как в принципе, как идея. Разные степени. Почему это так быстро? Разные степени снижения клеточной плотности. Здесь мы считали Миллер-ПН-5, Миллер-ПН-4, Миллер-ПН-3. И последний Миллер-ПН-5. Я не понимаю, почему он прыгает вот так. Мы, например, делаем исследование, сейчас научное исследование, при котором мы действительно сравниваем первичную опухоль диопсии и ее остаток. И смотрим на количество именно клеточек, которые снижаются. Например, вот здесь это 30%, условно здесь 6 тысяч клеток, здесь 2 тысячи клеток. Мы говорим о том, как именно снижается процент и градиент снижения. То есть для того, чтобы это делать, нам нужно всегда иметь материал первичной биопсии. То, с чем мы сравниваем. Следующее. Исследование лимфатического узла. Он, конечно, является наиболее важным предиктором. Не все метастазы в лимфатических узлах одного пациента отвечают одинаково на неодевательную химиотерапию. Иногда встречаются метастазы при отсутствии первичной опухоли. Иногда бывает по-другому. Иногда есть первичная опухоль и есть ответ в метастазе. И какие бывают типы ответов? Это полный ответ. Мы видим грубое замещение и не видим признаков опухоли. Считается, что это очень хороший прогностический признак. Или вот такой вот нежный рубец. И частичный регресс. Но опухоль, тем не менее, ответила. Либо здесь я бы хотела сказать о том, что существует некоторое заблуждение по поводу того, что можно оценивать наличие метастаза и метастатического поражения лимфатического узла по тем же правилам, по которым мы оцениваем без неодевательной химиотерапии. Это не так. Потому что, когда мы исследуем, когда мы оцениваем без неодевательной химиотерапии, у нас существует порог в 200 клеток, и метастаз менее 2 мм не является метастазом. В случае проведения у пациентов неодевательной химиотерапии это правило не работает. Любое количество клеток в метастазе является позитивным. И, соответственно, когда нет ответа, мы видим совершенно живую опухоль, которая, в общем-то, все равно. Итак, что мы должны отразить, что вы, клиницисты, должны видеть в нашем заключении? Это общее число лимфатических узлов, число позитивных лимфатических узлов с признаками или без признаков регрессии, количество негативных лимфатических узлов с признаками посттерапевтических ответов, то есть без опухоли, либо количество негативных лимфатических узлов без признаков ответа. То есть рассказ о лимфатическом узлении может быть таким, что столько-то лимфатических узлов без метастаза. После неодевательной химиотерапии это должно быть по-другому. И ваш ответ тоже, и морфологический ответ должен быть другой. Итак, рабочая группа рекомендует указывать наличие документированного регресса, наличие остаточной опухоли в двух измерениях. Рабочая группа рекомендует пользоваться критериями RCB для оценки ответа. И также рабочая группа требует указывать наличие количества блоков и размер фокусов карцинома ин-ситу. И отдельным пунктом рабочая группа говорит о том, что мы не должны заканчивать свой ответ только градацией по RCB. Мы всегда должны указывать в IPTN-стадию. И немножечко о научной составляющей. Что такое RCB у IPTN? Несмотря на то, что индекс RCB является хорошим прогностическим критерием, его значимость подтверждена во многих клинических исследованиях и испытаниях. Система оценки YPN и YPT являются все-таки главным критерием и главным индексом. Почему? Потому что при оценке индекса опухоли по RCB оценивается полностью опухолевая ложа и его протяженность в двух измерениях. Что говорит IGCC и как мы должны стадировать по ТНМ? Мы должны стадировать только один наиболее крупный непрерывный фокус опухоли. Таким образом, существует некое противоречие между критериями оценки опухолевого ложа при оценке по RCB и критериями оценки протяженности опухоли, которые трактуют IGCC и требуются для оценки по ТНМ. Поскольку клиницисты в своей практике используют критерии оценки до начала терапии по ТНМ, мы все-таки, думаю, должны придерживаться той же точки зрения. Мы должны разговаривать с клиникой на одном понятном ей языке. Именно поэтому в последнем издании IGCC, восьмой, нет слов оценки индекса по MD Anderson-Kartel-Feld и по RCB. Отдельная оценка первичной опухоли, тогда нам возможно становится при оценке по ТНМ. Мы можем зафиксировать так называемое понижение стадии. То есть, когда клинически оценивается опухоль как Т2, мы видим как Т1 или ин-ситу или 0. В случаях оценки по RCB мы теряем такую возможность. И я еще хотела, не поместился в эту презентацию слайдик, поговорить о том, что необходимо исследовать, конечно же, биологические маркеры в биопсии. Перед началом неодеватной химиотерапии, конечно же, необходимо подтвердить статус биологических маркеров и грейда в материале резекции при наличии остатка опухоли. И не менее важно узнать, какой статус при наличии метастаза в лимфатическом узле. То есть, для вас, для клиницистов, я думаю, это будет иметь большее значение, чем мы сейчас можем себе представить. Потому что мы не исследуем статус лимфатического узла. Мы исследуем только первичную опухоль после неодеванта. А, как показывает многочисленное исследование, статус лимфатического узла является более важным предиктором. Условно говоря, мы исследуем первичную опухоль после неодеванной химиотерапии. Мы знаем, какая она гормонально позитивная или отрицательная. Но мы не знаем, какой ее метастаз, какие ее, так сказать, последствия. Позитивные или негативные. То же самое ХЕР-2, а тут то же самое КИ-67. Мы сейчас проводим небольшое исследование, которое посвящено промежуточным биоптатам. И я хочу сказать, что там статистически достоверно идет падение индекса КИ-67 после второго цикла к химиотерапии. То есть, в промежуточном биоптате уровень КИ-67 падает почти в два раза по сравнению с первичной опухолью. И таковым сохраняется в остатке. Это очень маленький спектр того, чего мы затронули. Мы приглашаем всех подумать. И, может быть, если у вас есть собственные данные, попытаться проанализировать их вместе. И, в общем, я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Сергей Галимов, за интересную действительно лекцию. Какие будут вопросы присутствующих? Да, Лев Михайлович, пожалуйста. Можно микрофон? Можно поставить микрофон? Ну, конечно. Вот очень интересно насчет клеточности. Я периодически это слышу, но всегда пропускаю. Вот основной вопрос. Когда вы говорите о клеточнике, это речь идет только об опухолевых клетках? Или о всех клетках, которые вы тут смотрите? Лев Михайлович. Потому что если развивать этот вопрос, то там много будет следствий, соотношений разных. Ну, конечно. Все зависит. Скажем так, я начала смотреть клеточность, общую клеточность опухоли лет 8 назад. Там я выбирала только участок опухоли. Выбирала я его вручную, маркировала аннотацию, избегая зон некрозы, избегая зон воспалительной инфильтрации, избегая зон фиброзы и чего бы то ни было. То есть я пыталась уловить чистую фракцию опухоли. Потом я поняла, что это неправильно, потому что мы должны знать все. И в последнее время, так сказать, мы делаем другой тип анализа. Мы сравниваем оба типа подходов. То есть отдельно мы смотрим чистую фракцию, избегая то, как мы делали в самом начале. И второй подход заключается в том, чтобы маркировать в аннотацию для исследования все, не избегая ни зон воспалительной инфильтрации, ни зон фиброзы, ничего. То есть для чего? Как раз-таки имея в виду последующее изучение тех же ТИЛ, туморинфильтрирующих лимфоцитов, или сосудистого компонента, или какие-то другие вещи. То есть как раз преследуя немножко более широкие научные цели. Спасибо большое. Благодаря этому морфология получает все новые и новые импульсы. Вот когда так говорится, то, конечно, надо соотношение, наверное, смотреть. Это может быть индивидуально разный ответ и так далее. Конечно. То есть вначале мы делали вот одним способом, теперь как бы точка зрения немножко видоизменилась. Спасибо. Может, у меня есть комментарий небольшой? Для начала у меня есть вопрос к аудитории. Кто знаком с системой оценки лечебного патоморфоза РСБ? Немного. Четыре. Четыре. Здесь я просто хотела бы вас предостеречь от одной терминологической ловушки. Сальга Лимоновна упоминала вот это словосочетание «опухолевое ложе». Но просто в разных системах оценки лечебного патоморфоза под этим словосочетанием подразумеваются разные вещи. Стоит иметь это в виду, если вы имеете дело с разными системами оценки. Потому что если мы говорим о системе Миллера-Пейна, то под опухолевым ложем подразумевается весь участок ткани молочной железы, на котором мы видим изменения. Мы предполагаем, что там была опухоль. То есть это либо участок фиброза, участок макрофагальной инфильтрации какой-то. И мы оцениваем клеточность вот на эту площадь. Если мы говорим про систему РСБ, то в терминах этой системы оценочной опухолевым ложем называется та площадь, на которой мы выявляем резидуальную опухоль. Резидуальная опухоль может быть как инвазивной, так и неинвазивной. То есть это площадь, которая может быть меньше, чем участок фиброза, на которой есть либо карцинома инситу, либо инвазивная опухоль, и на которую мы, в свою очередь, считаем клеточность в рамках системы РСБ. Я бы хотела сказать, что вообще, в принципе, понятие опухолевого ложа, тумор-бет, оно не определено. Не определено. Именно поэтому сейчас говорят о том, что нужно клипировать до начала химиотерапии. Клипировать опухоль мы должны видеть контур до того, маммографически, и после. И знать, что мы забрали опухоль, и клиницисты забрали опухоль, та, которая входила в область клипирования. Просто я к чему это, к тому, что так как площадь разная в этих разных категориях оценки, и клеточность разная. И на единого мнения, и на экспертном уровне. Разная клеточность. Поэтому вы когда, в общем, с патологом, с вашим, лучше выясните вопрос вот этот терминологический, кто что подразумевает вот под этим, чтобы не было никаких недомолок и недопониманий, потому что это может влиять на клеточность, если вы по-разному выбираете ложи. И это может влиять некоторым образом на результаты. И на стадию. И на стадию. И на стадию. То есть на стадирование влияет. Поэтому и рабочая группа, и мы, в общем-то, рекомендуем находиться в прямом контакте, в взаимодействии с клиницистом, морфологу с клиницистом. Потому что если клиницисту важны его результаты после неодевантной химиотерапии, он должен понимать, что ему пишет морфолог и почему он это пишет. Точно так же морфолог должен понимать, что от него хочет клиницист, когда ему присылается материал после неодевантной химиотерапии. Он может быть фрагментирован, он может быть каким угодно. То есть должно быть взаимодействие именно в вопросе методическом. Должно быть очень четкое взаимодействие между всей командой. Радиологической, которая ставит диагноз. Морфологической, которая подтверждает хирургической, которая сначала биопсирует, потом делает резекцию. Без этой совместной работы плохо. Тогда получается, что зря эта вся большая наука, все большие посылы делаются зря. Если врачи не контактируют друг с другом. Самый главный посыл этой рабочей группы не в том, чтобы научить, вот делайте так, а в том, чтобы еще раз сигнализировать и подчеркнуть необходимость, важность работы вместе в одной команде. Можно еще буквально? Спасибо большое за великолепный доклад. У меня вот в своем сообщении упомянули возможность совместного общения. Возможно ли оно дистанционно? Если возможно, то каким образом? Консультативное, вот ваше второе мнение? Конечно, конечно, возможно. Смотрите, уже более двух лет в нашей лаборатории, здесь, в институте, создано, так сказать, ну я не побоюсь этого слова, на самом деле, центр виртуальной микроскопии. То есть мы можем не только внутри института, мы можем работать и за пределы, и мы это делаем. То есть на самом деле мы в 21 веке находимся. И все возможности, которые предлагают современные технологии, они реализованы. В том числе и вот здесь, в лаборатории морфологической, они и существуют. То есть это морфологическое заключение, оно перестало быть так называемым черным ящиком. Когда я сижу, смотрю в микроскопчик и что-то там вещаю. Отнюдь сейчас это не так. Пожалуйста, это выкладывается, делается виртуальная копия, цифровая копия. Цифровой архив доступен. Да, нужно зарегистрироваться. Да, существуют некоторые параметры безопасности IT. Но тем не менее, это все решаемые абсолютно вещи. И мы сейчас создаем, ну я так немножечко анонсирую, можно я немножко анонсирую то, что мы делаем? Мы создаем интерактивный курс в настоящее время, который посвящен, так сказать, сначала. Первое – это то, что общество онкомомологов, это определение степени злокачественности рака молочной железы просто так. И сейчас, конечно, вторая насущнейшая необходимость – это определение или, так сказать, дать паттерны ответов разных, да, и по РСБ, как оценивать, в том числе по РСБ, если вы хотите. Как оценивать по Тмиллер Пейн? Что такое YPN, YPT? Как это оценивать? То есть мы сейчас как раз-таки очень много работаем на тему интерактивного курса обучающего для желающих. И еще, Анна Сергеевна, Асель Галимовна, может быть, если вы сочтете целесообразно, к концу нашего сегодняшнего дня какой-то слайд подготовить для контактов? Да, если это возможно, чтобы это было вот… То есть пока мы сейчас работаем, может быть, Асель Галимовна по вашему поручению подготовит парочку слайдов контактных, и это будет для всех. Кто-то сфотографирует, кто-то потом… Да, обязательно. Скинешь себе на флешку, если это возможно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Он сейчас заработает. Большое спасибо за такой содержательный познавательный доклад. Я вас хотела уточнить. Вот, допустим, мне прислали опухоль, там есть зона клипирования. То есть при вырезке операционного материала я должна буду полностью забрать на гистологическое исследование всю область клипирования, допустим, с шагом в 2 мм. То есть это будет, если 100 блоков, то 100 блоков. Совершенно верно. Да. Вы видели в таблице, эти данные были взяты из доклада Элиса. Да, Элстон Элиса. Он сейчас тоже очень много занимается и воспроизводимостью, и неодевантом, и воспроизводимостью оценки после неодеванта. Да, в его работе более 16, около 16% случаев потребовали вырезки более 50 блоков. То есть сколько надо, столько надо взять. И, конечно, когда я говорю такие вещи, мне говорят, а кто за это заплатит? Да, каждый блок чего это стоит. Но, понимаете, ответа на этот вопрос нет. Нет, я не занимаюсь фармакоэкономикой и вообще не занимаюсь вот этим. Я примерно представляю, что да, это затратно, но если мы хотим знать полный регресс, мы должны взять как можно больше. Потому что иначе у вас будет полный регресс в 100% случаев, если вы будете брать не то, понимаете? Спасибо вам большое. Все, еще вопросы? Спасибо большое, Серега Римовна. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok